Здравствуйте! Сегодня с вами учитель географии средней школы номер один города Березовки Можайка Нина Викторовна. Тема урока «Витебская область». На щедрых, мудрых валик до тебе звена, лучоса, видьба, добрый плён приносить, Костёлы, церкви, велична сдауна, крыжи свои в облаке узносить. Наш любый Витебск, ширый сын краины родным, меж инших славные городов не сгасной зоркой зяя. Наш гонор – дом сардечности народной, юн Беларусь, сумленные працы прославляя. Витебская область – один из живописных уголков Европы. По красоте, уникальности фауны и флоры, по богатству заповедных мест трудно найти и равных. Расположена в северной части Республики Беларусь и занимает 40,1 тысяч километров квадратных. 19,3% территории. И стоит на третьем месте после Гомельской и Минской областей. Граничи с тремя государствами. С Литвой, Латвией, Россией. Здесь находится самый северный пункт страны, около Освийского озера. Внутри страны Витебская область граничит с Гродненской, Минской и Могилевской областями. Основными полезными ископаемыми областями являются торф, доломиты, строительные пески, песчано-гравийный материал, глины, сапропелли, минеральные воды. В области около 30% общих запасов торфа, разведанных в Республике. Торфяные месторождения распространены по территории области сравнительно равномерно. Есть во всех административных районах. Наибольшее количество месторождений находится в Полоцком, Витебском, Докшицком, Шумилинском, Шарковщинском, Миорском районах. Доломиты относятся к категории важнейших минерально-сырьевых ресурсов области. Используется для известкования почв, приготовления щебня. Месторождение доломитов находится в Рубе, в 18 километрах от областного центра на берегах Западной Двины и состоит из нескольких участков. Самый известный – Карьер Гролева. Именно там находится единственное в Республике место по добыче доломита. Повсеместно распространены на территории области строительные пески. По разведанным и взятым на баланс запасам гравильно-песчаных смесей область занимает второе место в Республике после Минской. Витебская область обладает значительными ресурсами сапропелий – более 77% от республиканских запасов. На территории Витебской области выявлены целый ряд источников минеральных вод. Хлоридные воды известны в Витебском, Полоцком, Ушачском районах. Сульфатные воды разведаны в Городокском, Поставском, Ушачском районах. Хлоридно-сульфатные воды – в Леперском районе. Рельеф поверхности области имеет чашеобразную форму с полоцкой низменностью в центре, которая окоимелена возвышенностями и равнинами. Абсолютные высоты на низменностях и равнинах составляют 130-160 метров, на возвышенностях – 170-220. Высшая точка Витебской области находится на Витебской возвышенности и достигает 295 метров. Гора Горшева. Кстати, самый большой камень находится в деревне Горки Шумилинского района Витебской области. Длина камня 11 метров, ширина 5 метров, высота 3 метра. По мнению ученых, его подземная часть составляет не менее 3 метров. Из-за того, что его размеры точно неизвестны, посчитать массу камня очень сложно. Одни исследователи называют цифру в 295 тонн, вторые – в 400. А единственная в Беларуси пещера природного происхождения находится возле озера Гиньково и деревни Сахновичи, Глубовский район Витебской области. Общая длина пещеры – около 10 метров. Она имеет несколько выходов на поверхность. Витебская область – это северный регион республики. Поэтому климатические показатели здесь более суровые, чем в других областях. На территории области выпадает 550-680 мм осадков. Вегетационный период составляет от 180 до 187 суток. На протяжении года в области преобладают западные ветры, продвигающиеся со стороны Балтийского моря. Область расположена в пределах Белорусского поозерия и занимает первое место по плотности речной сети. По количеству и общей площади озер. Реки, которые текут на территории Витебской области, относятся к бассейну Западной Двины – Днепра, Немана и Ловати. На территории Витебской области находятся 2800 озер, среди которых преобладают относительно глубокие водоемы ледникового происхождения с чистой прозрачной водой, сухими нетопкими берегами, что делает их пригодными для рекреационного использования. Наиболее привлекательны для туристов – озерные группы Брославская и Ушачская. Кстати, самое глубокое озеро, оно называется Долгое, расположено в глубокском районе Витебской области. Его глубина составляет более 53 метров. К слову, хоть это озеро самое глубокое в Белоруссии, но по сравнению с Байкалом оно мельче в 30 раз. Интересно, что на территории нашей республики 25 озер, глубина которых больше 30 метров, и абсолютное большинство из них расположено в Витебской области. Витебская область богата лесными ресурсами. Леса размещаются неравномерно, занимают 41,3% всей территории. Второе место после Гомельской области. Наибольшая лесистость в Рассонском районе – 67,7%. Природно-охранные территории занимают 9,5% площади области. Здесь находится Национальный парк Брославские озера, большая часть Березинского биосферного заповедника и часть Национального парка Нарочанский. Около 100 заказников и более 200 памятников природы. Среди болот много верховых и переходных. У каждого места на земле своя неповторимая мелодия. Услышать ее можно в переливах птиц, шепоте трав и в звучании речи. Понять ее все равно, что понять тайну национального характера. Присмотритесь и прислушайтесь. Вот так звучит Браславщина. А она – визитная карточка Беларуси. Ее – жемчужное ожерелье, сотканное из голубых озер и ограненная изумрудной короной лесов, оттененная золотом песчаных пляжей. Все это – бесценное богатство, которое бережно хранят белорусы и которым с радостью готовы поделиться с гостями ценителями природной красоты. Браславщина – заповедный край. Это белорусское поозерье, где сосредоточено большинство наших крупнейших озер. Вашему взору сразу предстанет истинная гармония природы, погруженные в туманную дымку холмы, озера, перелески, болотца в тростниках, аккуратно возделанные поля с хуторами. Национальный парк «Браславские озера» расположен в 250 километрах от Минска на северо-западе страны. Его площадь – почти 70 тысяч гектар. На территории парка – более 70 озер. По белорусскому поозерью проходит водораздел Черного и Балтийского морей. Неизгладимый след оставила на ландшафте этих мест геологическая история Земли. Ледник, прошедший здесь в доисторическую эпоху, принес множество валунов из Скандинавии, прорыл озерные котловины, создал моренные гряды и холмы. Природный комплекс национального парка рассматривается в качестве эталона ландшафта Балтийских поозерий, а глубоко вдающиеся в озера мысы, высокие моренные острова, а также крупные валуны и их скопления делают разнообразным ландшафт парка. Национальный парк Браславские озера был создан для сохранения уникальных экосистем, эффективного и более полного использования рекреационных возможностей природных ресурсов Браславского района и природного комплекса Браславской группы озер, как исторически сложившегося ландшафта и генетического фонда растительного и животного мира, типичного для белорусского поозерия. Уникальны ландшафты этого озерного края. Основным богатством являются озера. Общий объем водного зеркала парка – 183 квадратных километра. Привлекательность этих озер в том, что каждая из них особенная и имеет исключительные черты, а в целом они составляют прекрасный природный комплекс. Для области характерно максимальное в стране распространение дерново-подзористой заболоченно-сублинистых почв – более 50%. Население на 1 октября 2019 года составляет 1 135 731 человек. 77% населения проживают в городах. Плотность населения самая низкая в Беларуси – 30 человек на километр квадратный. По национальному составу преобладают белорусы – 85%, русские – более 10%. Ключевая роль в обеспечении развития экономики принадлежит промышленности. По величине валового регионального продукта – 7,9% – Витебская область превосходит только Могилевскую. Количество промышленных предприятий – самое маленькое. Основными индустриальными центрами являются Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Поставы, Глубокое, Лепель. В общем объеме промышленного производства области занимает производство нефтепродуктов и химическая промышленность – 57%. Главная отрасль специализации – нефтепереработка. Нафтан – крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масло смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии, производит половины промышленной продукции области. Полимер производства сетических тканей и нейтрон является единственным предприятием по выпуску полиэтилена. Доломит – единственное в республике и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке доломитового сырья. Продукция предприятия востребована в строительстве, нефтеперерабатывающей промышленности, стекольном производстве, сельском хозяйстве. Открытое акционерное общество «Доломит» уже давно стало визитной карточкой Витебской области, являясь единственным в Белоруссии и крупнейшим в Европе предприятием по добыче и переработке доломитового сырья. Все начиналось в 1931-м. Выбор площадки для строительства определила близость месторождения известняка. И именно тогда в поселке Руба заложили фундамент нового завода. Основной источник добычи сырья для предприятия – карьер Гролева, площадью 360 гектаров и глубиной 45 метров. Каждое утро многотонные белазы, груженные породой, пугают ревом двигателей округу. В день они перевозят из карьера на производство около 8 тысяч тонн скальной породы. Залежи доломита здесь самые огромные в Беларуси. По подсчетам геологов, им более 300 миллионов лет. Время от времени местные горники находят даже бивни мамонтов. Сырьевая база из четырех участков содержит запасы в 739 миллионов тонн. В области много льнозаводов. Но Аршанский льнокомбинат является единственным в Республике Беларусь и самым крупным в странах СНГ и Европе текстильным предприятием, перерабатывающим льяное волокно и выпускающим льяные ткани. А также готовые штучные и швейные изделия из них. Есть на территории области обувная промышленность Марка, Билл Вест, производят почти 50% обуви Беларуси. Витебское ковры производят более 90% ковров. Область также специализируется на производстве отдельных видов продукции машиностроения. Производство пищевых продуктов составляет около 20% обрабатывающей промышленности области. Это мясная и молочная продукция, а также молочно-консервная продукция. Витебская область выделяется по производству электроэнергии. Лукомская ГРЭС является самой мощной в стране. А в поселке городского типа Ореховск работает первая в стране белорусская ГРЭС. Во всех крупных городах есть ТЭЦ. Новополоцкая ТЭЦ – крупнейшая в области. Достаточно много ГЭС, в том числе крупнейшая в стране Витебская и Полоцкая. На долю производства и распределения электроэнергии приходится почти 15% промышленного производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сельскохозяйственные земли занимают менее 37% территории. Один из наименьших показателей. Витебская область хуже других областей обеспечена агроклиматическими ресурсами. Здесь самый короткий вегетационный период. Прохладное влажное лето. Холодная и продолжительная зима. Что сдерживает сельскохозяйственное производство. В структуре посевных площадей наибольшая площадь по 45% занимает зерновые и кормовые культуры. Среди зерновых большая доля и очменя и ржи. Здесь наиболее благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания льна и рапса. По производству льноволокна область опережает другие районы 25% продукции. Масло семян рапса почти 20%. Область специализируется на мясомолочном скотоводстве, свиноводстве, кормопроизводстве в сочетании с зерновым хозяйством, развитом льноводстве. По валовому производству мяса и молока по 12% занимает последнее и предпоследнее место в стране. Несколько лучше развито птицеводство. В структуре ВРП области на долю сельского хозяйства приходится около 12%. Экономика и географическое положение Витебской области повлияла на развитие транспортной системы области. Ближе всех остальных к прибалтийским государствам, их морским портам, а также к российскому мегаполису Санкт-Петербургу. И имеет с ними хорошую транспортную связь. Территория области включена в состав двух транспортных европейских коридоров. Важное значение имеют также железные дороги. У протяженности железных дорог и автомобильных область занимает одно из первых мест в стране. Однако погрузообороту и оказанию транспортных услуг – одно из последних. Основные железнодорожные узлы – Витебск, Орша и Полоцк. Международные железные дороги, соединяющие Россию с Украиной, Польшей и Литвой, проходят через территорию области. В 10 километрах от Витебска расположен международный аэропорт, имеющий пропускную способность до 150 пассажиров. В грузообороте – великороль трубопроводного транспорта. Имеются газопроводы и нефтепровод. В настоящее время Витебская область является участником программы трансграничного сотрудничества регионы Балтийского моря, Литва, Латвия, Беларусь и входит в состав партнеров проекта «Зеленый транспортный коридор Восток-Запад». В Витебской области сконцентрирована широкая сеть учреждений. 5 учреждений высшего образования, почти 30 колледжей и лицеев. Витебская область занимает лидирующее положение в стране по количеству музеев. Основными индустриальными центром являются Витебск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Поставы, Глубокая Лепень. Витебск – второй после Полоцка старейший город Беларуси. Легенда гласит, что он был основан княгиней Ольгой в 974 году на пересечении важных торговых путей. Расположен в восточной части области на реке Западная Двина. Четвертый по численности население после Минска, Гомеля и Могилева. Население – 378-459 тысяч человек. В отрасли промышленности города представлены машиностроительные, металлообрабатывающие, легкой и пищевой промышленностью, производством электроприборов, строительных материалов и деревообработки. За пределами республики известна продукция предприятий «Витязь», «Марка», «Белвест», «Витьба». На территории города располагается свободная экономическая зона Витебск. Самая известная достопримечательность Витебска – это летний амфитеатр, где каждый год проводится престижный международный фестиваль «Славянский базар». Витебск называют городом храмов, двины и трамваев, у которых, кстати, есть собственный музей. С Витебском навсегда связано имя великого Марка Шагала, который родился здесь и здесь же провел юношеские годы. В городе пять учреждений высшего образования и их филиалов специализированы лицей и колледж. Город-монастырей и родина классика белорусской литературы Владимира Короткевича Орша. Центр Оршанского района Витебской области. Располагается верховье Днепра при впадении в него реки Оршицы 80 км к югу от Витебска. Промышленность представлена предприятиями машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, строительных материалов, мясомолочной, пищевой и других отраслей. Орша – один из крупнейших железнодорожных узлов Белоруссии, восточные ворота Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Новополоцк – один из крупнейших индустриальных, научно-образовательных и культурных центров Республики Белоруссии. Выросший на древней полоцкой земле в 1963 году в связи со строительством нефтеперерабатывающей завода «Нафтан». Расположен в северо-западной части Витебской области, на левом берегу Двины. Основная его продукция – нефтепродукты, химические волокна, полимеры и этилены, изделия из пластмассы. В молодом городе развита сфера услуг.